Секция авторского урока Олег Челап и Евгений Сгодов. Само название такое «авторский рок», значит, бывает какой-то неавторский рок. И вообще странно, в Союзе литераторов вдруг такая секция, или наоборот это необходимо. Вот Олег Челап, сколько лет уже в Союзе? Это даже страшно. С 93-го года, да. Я думаю, что секция вообще авторский рок, если это рок, он обязательно авторский. Это изобретение вызрело в недрах Союза литераторов. Я пытался объяснить это раньше, но решили так оставить. Тем более, что я так понимаю, что секция эта объединяется и с авторской песней, которую Дима Курилов благословенно курирует. И я думаю, что Союз литераторов безгранично выиграл от наличия нашего присутствия в составе своих рядов. Потому что то, что делаем мы, то, что мы пишем, играем, это поэзия улиц, но не совсем такая уж подворотная, мягко говоря. Будем не так говорить. Это апоэтизированный разговорный язык, повседневный язык. Может быть, это апоэтизированная свобода, когда человек свободен как таковой? Не самых темных улиц, я хотел заметить. Светлые стороны улицы, но все равно это разговор как бы... Это разговорный язык повседневный, это язык мегаполиса сегодняшнего, где стремительно меняется фактура языка. Особенно с учетом 90-х годов, 2000-х годов, когда люди заговорили на полублатной лагерной фене. И это естественное отторжение вызывает у нас, как у людей, которые делают слова. А потом плавно вошло в интернет язык, такую специальность с сокращениями, со всеми. Все это как-то вот отражается. А у нас суффиксы чувств и приставки сочувствий. Что-то бережем. Да, мы стараемся беречь корень, что нам подарила родная речь. Вот понятно, зачем авторский рок Союзу. А зачем Союз рокерам? Зачем рокерам Союз? Ну, во-первых, это немножко облагораживает. Потому что рок-н-ролл тоже разнородный. Потому что, если я приведу вам тех ребят, которые играют тяжелый рок сюда, то Союз литераторов закроется очень быстро. Просто за необходимостью. Рухнет от непосильной ноши. Да, от непосильной ноши. Это первое. А второе, я вам хочу сказать такую вещь, что каждому отечественному, пишущему, фантазирующему человеку так или иначе всегда, а, нужно общение, а, б, нужна защита от любимой власти, которая все время смотрит в замочную скважину и говорит, а вот эти тунеядцы, они не ходят на работу. Они днем почему-то идут по улице. Сейчас это уже не так страшно, как во времена Советского Союза. Но, тем не менее. Во всяком случае, общение с коллегами по цеху, с людьми, которые возделывают язык, безусловно, необходимо. Потому что нельзя в безвоздушном пространстве находиться. В рокерской среде о слове говорить бессмысленно. Там часто и о звуке говорить бессмысленно. Но все-таки о слове там не разговаривают. В основном там муму такой, Турцгей, Герасим, муму, вот что-то такое. Вот там можно разговаривать об этом. А в литературной среде можно разговаривать о языке, о словах. И это очень плавотворный обмен, очень важный обмен. Ну и опять же я говорю о том, что, когда подходит полиционер на улице и велит не баловаться, то ты говоришь, я не хожу на работу, потому что имею на это полное право. Я... И показываете удостоверение. Член Союза литераторов России пресса. Пресс. А есть тоска по радиоракурсу, которого сейчас нет и которой было столько лет? У меня сейчас уже нет. Тоска была лет 10. Я отдаю себе отчет в том, что радиоракурс уникальная совершенно была история, культурологическая. И она невозможна в нынешних радиоусловиях, невозможна просто. Потому что она должна была бы стать коммерциализированной. А то, что мы имели в 90-х годах в лице радиоракурс, оно никоим образом с коммерцией не соприкасалось. И совсем не соприкасалось. Даже не было рекламы. И реклама была только если какие-то концерты были у людей, работавших на этом радио. На анонсы. Анонсы, да. Знаете, скорее у меня тоска есть по этому радио, потому что так получилось, что я уже на излете последний год-полтора, может быть, как-то общался, сотрудничал с радио. Я понял, что я что-то пропустил. То есть то, что шло дальше, я понимал, что что-то прошло, и этого не будет уже. И все. Поэтому какое-то такое ощущение. Ну, можно наверстать, в архиве есть, можно посмотреть. Ну, нет, посмотреть – это другое. А вот когда это все внутри, это другое. И, ну, может быть, что-то еще когда-то будет, я не знаю. Ну, нет, оно сегодня еще невозможно и по тем причинам, что нынешнее средство информации, в частности, ну, я не знаю, интернет. Сегодня радио «Ракурс» в том виде, в котором оно существовало в 90-х, оно сегодня было бы не востребовано даже. Потому что, то есть оно пришлось точно на свое время, очень вовремя родилось и вовремя ушло. И оно осталось в каком-то смысле легендой, это радио. Потому что если бы оно переросло в 2000-е годы и вступило бы в соревнования со всеми этими коммерческими попсовыми станциями, а потом и с интернет-ресурсом, то, конечно, в том виде уже оно было бы невозможно, это радио. Ему нужно было бы трансформировать. А стало быть, уже вот от того заповедника чувства, фантазии, напора, да, уже бы не получилось. Ну, и последнее, конечно, хотелось бы услышать рок-слова. Евгений, рок-слова, что вы имеете в виду? Поэтические строчки. Вот так сразу, да? Только не матерись, пожалуйста. Да, сейчас нельзя. Давайте я вам стихотворение прочту лучше, которое, ну, не знаю уж, оно имеет прямое отношение к року или нет. Евгений Избадов. Стихотворение «Самурайский меч» – это все очень близко к року, на самом деле. Точнее, некуда поставлена задача. Детали и нюансы учтены, перо дымится и сопутствует удача, и руки вырастают из стены. Творю неукротимы и неленные, затем, чтобы из сердца глаголом жечь. Душою необъятен, как вселенная, умом остер, как самурайский меч. Вот так. Самурайский меч. Рок-слова. А Олег Челап уже успел подготовиться? Нет, я и так, вы знаете, присутствие в жанре столько лет, не требует подготовки. Ночью срываете одеяло и без представленного маузера просто говорите подъемы и выступать. И вопросов не будет. Вот так оно сейчас и произошло. Олег Челап. Не буду петь, потому что сегодня еще предстоит это спеть, капельно. Но, впрочем, отчего бы не спеть, тем более, что все это записывается. А мы же любим рекламу, ты знаешь, да, хотя... Безумно. Я летаю смеха ради, и отчасти из упрямства мне давным-давно сказали, что летать не могут люди. Толь забыли, толь не знали, толь не вспомнили о чуде, в придуражливом наряде, в поэтическом пространстве. Если вам понравилось, приходите на концерты группы Пчела Бэнд, мы допоем оставшиеся строты. Продолжение следует...